Вот это вот все, что у нас сейчас есть на столе, немецкий солдат должен был тащить на себе. Да, это обязательное снаряжение, которое боевое, которое должен был всегда быть с ним, с собой обязательно. Соответственно, если у нас вооружен солдат был маузером, ремень стандартный, который носили уже солдаты. А, ну это такой вот? Вот это, кажется, стандартный солдатский ремень. Здесь он, соответственно, с орлом и со сварочкой. А это алюминий? Это алюминий, да. Они были алюминиевыми, стальными, что было, соответственно, возможность еще выпускать у конкретной фирмы. Всего изготовления униформы и снаряжения у немцев шло на, как бы сказать, отдельные фирмы артели. Поэтому очень много, если, например, взять наши алюминиевые продукции, все, фляжки, котелки, ложки, они делались на одном заводе, Красный Выборжец. То у немцев все было раскидано на многие такие мелкие организации, которые, собственно, выпускали различные снаряжения. И узнать фирму, которая сделала, можно по обязательному клеймению. На каждой вещи присутствует клеймо, фабрики, изготовители и год изготовления. Вот на ремне обязательно должны были быть подсумки модели 2011 года. Это патроны для винтовки Молзера? Да, это патроны Наташа. Здесь, соответственно, в каждом отделении помещалось по две обоймы, в каждой обойме по пять патронов. Соответственно, посчитать, получается 30-60 патронов солдат носил с собой. Обязательно в порядке. Всегда были с ним. Это вот что такое? Это у нас под мортирку краски чехол могло. Скажем, мортирки могли носить все. Абсолютно любой солдат могли ему выдать мортирку и сказать ему, стреляй, собственно, в сторону противника. То есть независимо от ничего. То же самое, как было то, что выдавали снайперские прицелы. Точнее, такой небольшой CF-41 выдался тем стрелкам, которые, скажем так, проявляли наилучшую подготовку в стрельбе из винтовки. Тем могли выдаваться еще прицел CF-41. То есть, каковой должности? Минометчик? Нет, это вспомогательное. Это вспомогательное, скажем так, в бою. Поэтому могли дать абсолютно любому солдату подзаделение. То есть она наручилась на ствол винтовки Молдера? Да, просто надевается и можно было стрелять. Гранатными, агитационными, кумулятивными. Так, с этим понятно. Дальше обязательно солдат должен носить с собой штык-нож. Независимо от того, чем бы он был вооружен. Пулеметом, пистолетом, автоматом, галбицей. В общем, все, что он там вжал. Штык это оригинальный. Он равненький, страшненький. Давайте другой штык. Да ладно. А он тут сломан был, да? Он подвален. Ну, это, скажем так, уничтожены из уничтожения. Это, соответственно, здесь лезвие в четырех местах сломано. И так восстановлено. В принципе, это уже не как таковое... Но это не может быть холодным оружием. Не может быть холодным оружием. Да, специально ослаблено, чтобы можно было под статью не попасть. Хотя, в принципе, любой штык до того момента, пока он едет на винтовку, он не считается холодным оружием. Потому что у него как бы ограниченное применение. Лопата. Лопата. То же самое. Солдат должен был носить с собой. Если у него не выдавался либо саперный топор, либо те же самые ножницы. Чехлов было несколько. Это у нас трофейная лопата. Польского происхождения чехол сам по себе. А так, в немецкой армии использовался такой стандартный чехол. Я видел на конструкцию, что лопату крепят. Да, 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 да. И сейчас будет таким вот образом штык-нож. Да, это чтобы и экономить место на поясе, и для удобства. Так же были еще складные лопаты немецкие. Сюда помещалась лопата сама. И так же здесь сделана петля дополнительно, куда при надетом чехле заводилось штык-нож, чтобы он не болтался у нас никуда и не мешался. Так, это вот. Дальше шло. Для приема пищи, назовем. Ну, скажем так, да. В принципе, для приема пищи и хранения предметов личной гигиены. Сухарная сумка, фляжка, соответственно, и котелок. Ложка. Ложка-вилка обычно была либо в котелке, либо, соответственно, в сухарной сумке. Обязательным предметом снаряжения является противогазный бак. Все время их носите. Сейчас противогаза нет, но можно принести. Места там не так много, в принципе. А вот здесь что было? Здесь дополнительные стекла для противогаза, чтобы не запотевали. А, ну у нас в советских противогазах армия тоже. То же самое, да, только у нас отдельным кругляшком, предметом шло. Было несколько противогазных баков. Это один из ранних. 36-го года. А другие больше? Они обретенные в микрофоне? Были больше, нет. Первые были большими, потом с другой системой, с закрыванием. Потом пошел вот этот, с такой вот интересной системой замка. Дальше пошел такой же короткий, но уже поменялась система закрывания. Часть вещей копанная с раскопок, понятное дело? Ну тут не с раскопок. Каска, да, была найдена, скажем так, в Калужской области. И потом в дальнейшем восстановлена полностью до такого состояния. Очень хорошо сохранилась сама по себе. И просто она очищена пескоструем и покрашена. Вставлен подшлемник новый. Что же сшитый, это наводил? Да, это наводил. Ну фляжки. Что-нибудь используется? Фляжка и котелок. Фляжка и котелок. Соответственно, фляжка у нас с такой сложной системой подвесной для нас. Ну и тут, в принципе, фляжка была в фетровом чехле, чтобы нам можно было снять, открыть. Соответственно, здесь была пробка. Пробка откручивалась, можно было попить. Если нам нужно было попить из кружки, мы могли, собственно, в кружки перелить или в кружки что-то приготовить. А система ручки здесь вот так раскладывается? Да. Получается ручка. Но горячее пить неудобно все равно из алюминиевой посуды. Закрывалась на четыре пуговицы. Кнопки и, собственно, обычная фляжка здесь находилась. Сейчас, как бы, в принципе, полностью все снаряжение изготавливают. Можно купить новодельное. Можно использовать часть кто-то там родного, что-то используете. Подсумки, допустим, это настоящие. С клеймом, соответственно, все были. 941 год. То же самое, как я говорил, все вещи, обязательно на каждой вещь стоит клеймо производителя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ